В ближайшем поединке то им встретится, ну по мнению, во всяком случае, большинства специалистов с командой, которая является главным претендентом на выход, ну а точнее сказать, на возвращение в премьер-лигу с махачкалинским Анжи. В своем последнем матче первенства ФНЛ махачкалинцы на своем поле разгромили Саратовский Сокол 3-0. Репортаж об этом поединке мы и хотим предложить вашему вниманию. Отметим, что видеоматериал нам предоставили наши коллеги из пресс-службы Анжи, за что им огромное спасибо. Для начала давайте посмотрим, что же из себя представляет нынешний Анжи. Возглавляет клуб известный специалист Сергей Ташуев, знакомый нам по работе в Краснодаре и Спартаке Начик. В команде остались еще несколько футболистов, захвативших золотую эпоху хидинга и ЭТО. Это голкипер Михаил Киржаков, защитники Али Гаджибеков, Расим Тагирбеков, бразилиц Эвертон, полузащитник Камиль Агаларов. Фланги защиты пополнили в этом сезоне бывший игрок Томи Алексей Аравин и Георгий Зотов из Белгородского салюта. Центр обороны Дмитрий Айдов из Московского торпеда. Впечатляюще выглянет и линия полузащиты. Здесь есть такие асы, как бывший киевский динамовец Александр Алиев, известный по выступлениям за зенитой крылья советов Илья Максимов. На финише заявочной кампании перебрался в Анжи экс-полузащитник Томи Михаил Камков. В линии атаки есть опытный и мощный форвард Шамиль Асельдаров и молодые нападающие из молодежной сборной России Магомед Митришев и Сердер Сердеров. До игры с «Соколом» махачкалинцы два предыдущих матча в первенстве ФНЛ свели к ничейному исходу. Кроме того, подопечные Ташуева на прошлой неделе вылетели из Кубка России, проиграв «Зениту». Поэтому наверняка очень хотели как бы исправиться перед своими эмоциональными и весьма требовательными болельщиками в поединке с «Соколом». И это им удалось. Главной звездой этого матча стал ивуарийский форвард, воспитанник французского клуба «Пари Сан-Жермен» и Ник Бали, который пополнил состав Анжи чуть более месяца назад. Вам удалось мне сегодня отличиться дважды. Вспомните, как забивали голы? Первый мяч я забил головой после подачи хорошей, а второй я просто следовал за Максимом, который тоже врывался в штрафную. И как бы Бог вернул мне тот мяч, который я не смог забить, выйдя один на один в матче с «Зенитом». В этом матче мне вернулось все. В футболе вообще нужно, чтобы голова всегда была холодной. И забив два мяча, все равно мы должны были продолжать быть концентрированы. А концентрированы нужно быть во время матча всегда, с первой до последней минуты. И мы продолжали гнать нашу цель. Наша цель была еще забить, но нам удалось забить третий мяч. Третий гол в ворота «Сокол» забил еще один махачкалинский легионерфу, защитник сборной «Нигера» Амаду Мутари. После его точного удара, вопрос о победителе, поединок окончательно потерял свою актуальность. Задача была сыграть очень агрессивно и в плане отбора мяча во всех фазах прессинга, и в то же время агрессивно в штрафной площади. В принципе, ребята эту задачу выполняли, забивались трудовые доставками с борьбой штрафной. Много было напряжение штрафной соперника. То есть мы не окружали штрафную, а завоевывали ее. Вряд ли стоит рассчитывать, что этот успех в поединке с «Соколом» скружит головы опытным футболистам «Анжи». Безусловно, они должным образом настраиваются на матч с нашей командой, и в Томск они едут, рассчитывая на победу. У нас сейчас следующая игра с Томи, мы знаем, что будет непростая игра, готовимся, тем более и Томи находится, и поставила задачу. Поэтому, думаю, будет игра за 60 очков, нужно готовиться, быть уверенным в своих силах, выходить и доказывать, что не зря мы хотим выйти в премьер-лигу и идем в верхнюю часть турнирной таблицы. Томи также продолжает занимать место в верхней части турнирной таблицы, обережая на 1 очко махчкалинцев. Правда, у «Анжи» одна игра в запасе. Нет сомнений в том, что и футболисты Томской команды наверняка понимают значение предстоящего матча. Прогнозировать его исход невозможно. Но, безусловно, нас ждет напряженный поединок между равными и сильными командами.